Перемирие под звуки канонада. С сегодняшнего дня на Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня, но, как и все предыдущие, он уже нарушается. Около четырех утра боевики открыли огонь из минометов 120-го калибра по поселку Зайцево. Обстреляны украинские позиции в районе Крымского, Луганского, Гнутого и Водяного. Подробнее об особенностях хлебного перемирия расскажет наш военкор Ирина Баглай. Слышу перемирие. Мы не стреляем, даже их не просили. Стреляют даже просто так. Новость, что в Минске договорились о бессрочном перемирии, облетела передовую мгновенно, но вот тихо с первого числа на фронте так и не стало. Посреди дня на Светодарской дуге боевики открыли огонь из крупнокалиберного пулемета и стреляли прицельно, говорит Юрий. Работает утес прицельно, разбирают наши позиции. Ночь, так само, работают с двух позиций по нам, сразу не дают даже головы подняти, чтобы даже наблюдать. Ну, с туда работают утес, СПГ. Если я сейчас выйду, выгляну, там, секунд шесть, чуть больше, ну, пуля прилетит. Снайперы, засветы снайперов на Тереконе, постоянно, ну, пули свистят. Ну, снайперы, в основном снайперы. А вот ночью по соседним позициям боевики били из тяжелого вооружения. В первые часы перемирия в район села Зайцево российские наемники выпустили 120-мм мины. Под огнем было и село Южное. По домам боевики бьют осветительными минами. Смотря, как выставишь замедлитель. Можно замедлитель выставить таким образом, что он взрывается уже возле земли. Ну, он не взрывается, он воспламеняется и горит. Также противник трассерами обстреливает, дома загораются. Не оставляет противник и попыток приблизиться к позициям пехотинцев. Одна из последних групп пошла на хитрость. Надеялись остаться незамеченными для наших наблюдателей. Вночь, с 10 до 2 часов. Четыре человека, вистанец 150 метров. Не светились в тепло. Форма, по ходу, была пропитана смолой. Тепло не ведает. Разведку боевики ведут и с неба. Сегодня над линией обороны наших военных они четырежды поднимали беспилотники. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей.